вот мы гуляем как бы вот здесь каждый день собачки у нас гуляют вот такая у нас как бы природа кругом то есть сосны деревья лес никаких людей рядом нету никаких машин вот ближайший поселок где-то примерно 35 километров вот есть еще только базы но на базы приезжают только отдыхающие иногда вот но чаще всего это это по выходным то есть рядом это уральские горы у нас он там далеко виднеется вот место конечно шикарная находимся мы между между двух озер туда километр до озера и получается сюда тоже если по прямой то километр до озера вот конечно для собак это идеальнейшие условия силы конечно у этих щеночков 7 месяцев обалдеть вот они даже меня мне кажется если я сяду меня тоже утащат легко потому что вот на поводке когда я гуляю с двумя собаками например вот то удержать их вдвоем конечно уже тяжело несмотря на что ну несмотря на то что это две девчонки вот бюти баффи куда же тыщи вперед-перед-перед-перед бюти фэл вперед ко мне хорошо вперед 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 первая наша так сказать тренировка просто как репетиция так сказать легонький тюбин который весит килограммов два с половиной три щенкам это две девочки им 7 месяцев сил у них очень много они меня с места могут 50 килограмм сдвинуть легко вот но естественно мы как бы их не нагружаем просто приучаем чтобы сзади что-то волокилы так сказать чтобы собачки не боялись это раз-два чтобы они могли работать потом вместе в упряжке потому что у нас планируется в упряжке две таких лидерских собаки которые у нас в прошлом году работали уже и в этом году продолжают работать вот они будут стоять в следующем году спереди вот эти два щеночка которых подрастут уже будут работать сзади то есть мы будем кататься не на двойке а на четверке вот почему как бы рекомендую с маленького возраста то есть ну не совсем уж малышей конечно в месяц совсем уже ставить щенков упряжку потому что например вот у нас есть бафи да вот это вот которую я сейчас показываю она мягкая девочка очень спокойно вот а вот эта девочка очень довольно таки доминирующая beauty beautiful вот и она постоянно обижает бафи и я хочу чтобы они привыкли к друг другу и работали вместе в упряжке и не дрались а вот потому что две суки обычно конкурируют друг с другом и если как бы вовремя их не поставить вместе чтобы они привыкали к друг другу то будет просто потом жесткие драки вот я как бы это просто не хотела бы вот поэтому я их сейчас приучаю что во первых сзади что-то волочится вот во вторых я приучаю их вместе работать чтобы они работали вместе вот собачки у меня не квартирная не натренированные у меня прогулками именно бегом вот у нас большая территория мы живем не в городе не за городом то есть не в деревне вот нас большое количество земли большая как бы территория больше тысячи соток где собаки могут спокойно гулять то есть нас ближайший поселок 35 километров находятся и мы спокойненько гуляем то есть по лесу между елочками как бы по большой территории собачки у меня повторюсь еще раз мышечная система у них вообще шикарная просто такие девки вот классные в сравнении мы отправили одну девочку белла в мурманск вот она конечно намного поменьше похилее потому что все таки в городе и в деревне довольно таки мало гуляют собаками это нужно каждый раз куда-то выйти то есть даже чтобы 15 минут погулять там это надо выйти прогуляться то есть и если куда-то далеко в лес гулять как ну все гуляют допустим там нормально с собаками продолжительность там два часа там три часа к примеру да то это надо выезжать куда-то за город либо куда-то в парк где нет людей у нас сейчас все как бы проще вот и условия проще поэтому собачки у меня вот такие замечательные ну тренированные поэтому я уже начинаю их приучать что сзади что-то волочится в прошлом году у нас были другие щенки мы привязывали маленькое сухое бревнышко вот не такое тяжелое там тоже килограмма три-четыре потому что она как бы высохшее такое просто приучали что собака что-то волочится вот я просто читала что некоторые шины какие-то привязывают и так далее мы такую фигню не делаем вот но собачек тренируем уже с семи шести там месяцев как когда как вот в этот раз семь месяцев у нас две девчонки вот бьюти очень сильно доминирует над бафи обижают ее даже иногда и прикусывать у него тот на мордочке укус поэтому я решила заняться кропотливо этой работой что будем вместе их немножечко эксплуатировать так сказать чтобы они привыкали к друг другу и чтобы они не ссорились вот если бьюти будет убежать бафи я буду осаживать сразу же вот пойдемте прогуляемся посмотрим бафи ко мне пошли 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 youtube хорошо молодцы берет берет я как бы ну сделала такую штучку соединительную как бы у нас есть еще соединительная такая с крючочками вот я в данном случае сделала просто веревку стропу вот соединил их между шейниками прям в притирочку чтобы они вдвоем гуляли вот первые конечно две минуты там три бьюти рычала вообще на бафи то есть и не очень нравилось что бафи тут возле нее прям так в притирку трется вот но прошло минут пять-семь и как бы все устаканилось и мы уже вот вместе работаем в упряжке просто хочется чтобы собачки жили дружно мирно вот потому что у нас произошла такая ситуация что мы забрали взрослых собак четырехлетних вот и щенков мы забрали им было полтора месяца то есть родители разлучили щенками вот но проще говоря если объяснить то мы сначала купили щенков вот им было полтора месяца а потом просто выкупили из питомника двух взрослых собак и так как щенкам уже было шесть месяцев на тот период когда мы забрали взрослых собак то произошло некоторое недопонимание бьюти файл нельзя ну-ка прекратили играть вперед вот произошло некоторое недопонимание теперь у нас жесткие драки то есть кобель с кобелем сука сука то есть папа сыночком мама с дочкой дерутся вот это из-за того что щенки выросли без мамы и без папы 6 месяцев это уже довольно таки взрослая собака вот кто-то говорит считает что нужно выстраивать отношения и так далее там супер питомниках вот я с этим не согласна потому что есть такие доминирующие девочки и мальчики с которыми бесполезно то есть она доминанта и хоть ты что с ней делай то есть она все равно будет доминировать и это просто характер такой вот характер то есть альфа у нас даже есть девочка буря вот буря и буран вместе идеально работают вот это ураган просто если проще говоря сказать собачки вот а в плане того что она вот буря она не подчиняется этому мальчику то есть это брат с сестрой у нас вот и они как бы дерутся на равных то есть девочка бьется с кобелем на равных мы ее воспитывали в принципе воспитанием занимались она воспитана вот но все равно яркие доминантные черты все равно как бы дает о себе знать вот сейчас щеночки у нас играют вот буря и так смешно играли вот потому что еще щенки бананы в ушах так сказать вот вперед вперед-перед-перед-перед-перед Юти хорошо 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 ребятки хорошо ко мне молодцы хорошо хорошо вперед вперед-перед-перед-перед-перед-перед-перед вперед-перед-перед-перед-перед Продолжение следует...